Здравствуйте, дорогие друзья, гости канала, подписчики. Сегодня я хочу похвастаться вам глоксиньями, которые у меня уже цветут. Некоторые уже даже отцвели. По отдельности сейчас расскажу про каждый сорт. Вот это вот Василиса. Очень красивые цветочки, компактные, хорошие цветоносы. Просто розеточка сама у меня вытянулась, поэтому она так наклоняется. А вообще у него хорошие, крепкие, короткие цветоносы. Василиса, очень такие кудрявые цветочки. Смотрите, какие красивые. Цветочки, правда, небольшие, но когда их много, это вообще очень красиво. Даже их два, вот когда, посмотрите, какая красота. Прелесть. Вот так вот даже лучше. Очень красиво, очень мне нравится Василиса. Теперь, посмотрите, это тоже такой махровый селинец у меня расцвел. Вот он. А я его еще никак не назвала. Сейчас я скажу номер. Это у меня EN126. EN126. Один цветочек уже отцвел. Вот он. И я его пытаюсь опылить. Вот он у меня подписанный. Так. Это вот розовое удовольствие цветет. Тоже очень красивый, нежный цвет. Вот такой необычный у меня расцвел. Мой сеянец. Смотрите, какой огромный цветок. Но пока непонятно, что это такое. То есть это не розы. Но первое цветение такие бывают. То есть цветок непонятно еще, что из него потом получится. Вполне возможно, что он будет цвести просто розой красивой. Очень. Ну посмотрим. Первое цветение это еще не показатель для сеянца. Нужно будет смотреть дальше. Вообще цветонос мне нравится. Цветонос крепкий, короткий, хороший. Ну там вот еще будут цветочки. Посмотрим дальше, как будет цвести. Хотя вот так вот в принципе очень необычное у меня. Так. Дальше. Вот это простой красненький расцвел. Смотрите, вот так вот. Тоже букетиком будет цвести. Вон сколько заложил бутончиков. Хоть простой, тоже очень красивый. Цветы крупные. Так, что у меня еще тут интересного. Это давина сорт. Камера не передает. Прям такой цвет насыщенный, насыщенный. Красивый, очень. Компактная тоже розеточка. Вот он цветонос короткий. Красивый. Хорошо цветет. А там еще бутончики заложены. Это не один цветочек, но это первый цветочек. Вот мне нравится. Очень красивый цветок. Не махровый. Простой. Внутри почти все черные точечки такие. Краб черный. Черно-бордовый, так скажем. И нежный сиреневый ореол. Вот по краю лепестков. Красивый очень. Когда букетом будет, это будет вообще потрясающе красиво. Так, вот такой необычный сиренец. У меня расцвел только полумахровый. В юбочке, так скажем. Но это тоже первое цветение, поэтому еще не показатель. Вполне возможно, второе цветение будет намного лучше. Это у меня... Сейчас скажу, кто. В альбомах, в одноклассниках можно у меня посмотреть. Все подписано. Некоторым я даю уже название. Так, это простой сиренец. Вот этот мне нравится. Очень красивый. Тоже простой. Смотрите. И краб здесь. Такие мазки красивые. Пордовые. Розеточка хорошая. Смотрите, цветоносы какие классные. Коротенькие. И много-много там бутонов еще. Будет цвести. Надеюсь, все это будет очень красиво. Второй цветочек уже на подходе. Вот простой красный здесь. Так, что у нас дальше? Тидея. Когда она кучками тоже цветет. Когда большая картошка. Их много цветов. Это очень красиво. Вот такая вот махровая сиренец. Тоже первые еще не до конца распустились. Лепесточки внутри. Здесь цветонос длинноват. Я знаю. Может быть дальше буду его опылять. Селекцию позже посмотрим. Пока еще не решила. Он только расцвел. А вот хочу показать. Еще не расцвел. Но очень много заложил бутонов. Тоже мой сеянец. Это уже проверка детки будет. Когда зацветет, я вам покажу в следующем видео. Очень много. Еще не расцвел ни один цветочек. Но бутонов обещает быть много цветов. Вот пройдусь мимо своей полянки с опыленными локсиньями. Заодно вам покажу. Вот смотрите, сколько много семян будет. Жду месяца два. Теперь нужно ждать, когда они созреют. Это к лету ближе. Так. И вот здесь у меня еще кучка семянцев. Три штучки. Вот такой ES1. Очень красивый цвет. Тоже простой, но очень красивый. Хороший цветонос. Букетом будет цвести. Потрясающе красиво. Вот красавчик. Смотрите, какой ореол такой внутри. Красивая звезда как будто бы внутри. И тоже короткий цветонос. Нравятся мне такие. Так, этот у нас прижался немножко. Красивый тоже насыщенный фиолетовый цвет. Вот такой вот. Красавчик. Тоже цветонос хороший, короткий. Видимо, он уже отцветает у меня. Подвял немножко. Возможно, хочет скинуть. Еще нет пока. Так, вот у меня расцветает махровый. Ну, это я в следующем видео вам покажу. Еще не расцвел. Перешла к шкафам. Здесь тоже уже много зацветающих сеянцев. Вот, смотрите, расцветает такой. Тут освещение немножко мешает. Но ничего, я все равно вам покажу, что у меня тут на полочках. Вот они, бутончики набрались. Скоро будут цвести. Так, вот здесь вот махровый будет. Такой плотный бутончик. Вот они. Вот они все уже скоро будут цвести. Это я вам в следующем видео покажу. Вот, бутончик уже скоро-скоро прям расцветет. Посмотрите, как ягодки торчат. Вот они. Скоро всю эту красоту вы тоже увидите. Так, что у нас тут внизу. И вот на самой верхней полочке тоже жду цветения. Те, которые процветают, я убираю отсюда и опыляю их. Поэтому вот пустое место, видимо, какого-то убрала. Надо поставить что-то другое. Вот такой красавчик стоит. Жду, когда он зацветет у меня. Ну вот, в целом, вот такая вот полянка. Правда, тут не все. Я там ходила по полочкам. Такие вот у меня красивые цветочки сейчас на данный момент. А немного хочу рассказать про сортность. Потому что возникают вопросы. Вот что вырастает из семян. Вот у меня есть варианты, которые уже выросли. Примеры из семян. Вот они. Вот из семян. Вот из семян. Ну, тут много из семян. Сортовый тут только вот давина, розовое удовольствие и василиса. Все остальное выросло у меня из семян. Поэтому это пока еще сеянцы. Я им даю названия условные. И когда я их проверю на второе цветение, то есть уже проверю деток, которые выросли из посаженных листьев вот этих семянцев, если они будут цвести так же красиво, то их можно будет уже назвать сортом. Просто многие спрашивают, почему в скобочках условно написано название. Вот поэтому и пишется название условно. Потому что пока он еще не сорт, этот цветок. Вот, к примеру, этот. Или вот этот. Я им хочу дать название. Но листики от них еще нужно посадить и дождаться, когда нарастет клубенек. От клубенка появится детка и эта детка процветет. То есть вот таким вот образом проверяется сорт. И потом уже смело можно будет называть его сортом. Поэтому нужно, конечно же, проверить. Ну вот этот, к примеру. Он уже цвел. И вот детка процвета цвела вот так вот. Вот поэтому я жду, когда зацветут остальные цветы. И уже буду смотреть, называть его сортом или нет. Вот и посмотрим, как он будет дальше цвести. То есть, такие вот делаются проверки сеянцев на сортность. Ну вот это уже, я уже говорила, это сорт. Давина, Розовое удовольствие и Василиса. Всем спасибо за просмотр. Пишите вопросы, ставьте лайки, комментарии пишите. Всем пока.